Генеральный партнер программы новости Торгово-развлекательный центр Алиса. Всегда удачный шопинг в центре города. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Подвигу народа жить в веках. В день 70-летия освобождения в Анапе прошли памятные акции. В Анапе завершился 22-й кинофестиваль «Киношок». Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Такое совпадение бывает один раз в сто лет. Три праздника в один день. В субботу 21 сентября в Анапе отпраздновали День города, 70-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и Рождество Пресвятой Богородицы. Подробности праздничной субботы далее. Сияющая вечной памятью мемориалы в сквере боевой славы. Сотни анапчан, в возрасте юных, пришедших почтить память героев боевых сражений. 21 сентября День памяти героев войны, освободивших Анапу от немецких войск. Благодарность и вечную признательность за свободный и мирный город от всех анапчан ветеранам выразил мэр Анапы Сергей Сергеев. Молодое поколение, к которому я сейчас хочу обратиться, прекрасно меня поймет. То, что мы можем прочесть в учебниках, то, что мы можем прочесть в исторических справочниках, ни в коей мере не заменит нам того жизненного опыта, боевого опыта, который передавали нам и передают, слава Богу еще, живущие рядом с нами наши деды и прадеды. Минутой молчания почтили память павших солдат. Трехкратный залп с запахом пороха оглушил участников памятной акции. Так непривычно в мирное время. Я хочу попросить молодое поколение помнить о том, благодаря кому мы сегодня можем строить наше будущее. Конечно же, многое можно говорить. Я вот сейчас о чем подумал. Не обидьтесь на меня только. Но наши силовые и контролирующие структуры перестали принимать участие. Память одна на всех ветеранов с праздником поздравил председатель совета Леонид Кочетов, председатель совета ветеранов войны и труда Анатолий Капонов, депутат ЗСК, герой России, полковник Евгений Шендрик. Чтите тот подвиг наших дедов-освободителей и помните их всегда. Учитесь любить у них Родину. От имени законодательного собрания депутатов законодательного собрания края, от имени совета ветеранов Краснодарского края я хочу пожелать вам здоровья и знайте, ваше дело продолжается. Гость Анапы, артист театра и кино, участник 22-го фестиваля «Киношок», народный артист России Аристарх Ливанов не прочел, сыграл стихотворение о войне. Роковые, роковые, военные, фронтовые, где извещения похоронные и перестуки эшелонные, гудят накатанные рельсы, просторно, холодно, высоко, и погорельцы, погорельцы качуют с запада к востоку, а это я на полустанке, в своей замурзанной ушанке, где звездочка не уставная, а вырезанной из банки, да это я на белом свете, худой, веселый и задорный, и у меня табак в кисете, и у меня мундштук наборный, и я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Торжественную церемонию завершили возложением цветов и венков к памятникам и мемориалам. Мэр Анапы Сергей Сергеев, представители администрации Кубани, города-курорта, ветераны, однополчане погибших, родственники героев и благодарные за мир анапчан. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа-регион. И в продолжение темы. В сентябре 1943 года советские войска, сломив сопротивление противника, прорвались к станице Анапской, а вечером вошли в город. В честь освобождения Анапского сельского округа у памятника неизвестному солдату прошла памятная акция. Великая Отечественная война не обошла стороной и станицу Анапскую. В сентябре 1943 года на этой земле смертью храбрых пало много советских солдат. Актеры местного Дома культуры постарались передать те чувства, которые могли бы высказать в этот день живым павшие, если бы только умели говорить. Мы насмерть стояли, вы помнить должны. Мы погибли, чтобы жили вы. Я с вами. Равный среди равных. Я камнем стал, но я живу. Сейчас население Анапского сельского округа насчитывает около 14 тысяч жителей. Благодаря тем, кто отстоял эту землю от фашизма, здесь дружно проживают люди разных национальностей. Русские, греки, армяне, татары, украинцы. Но мы с вами сегодня, в это солнечное утро, вряд ли сможем нарисовать картину того ужаса и хаоса, который оставили после себя войска, прошедшие через столицу. Мы не сможем нарисовать. Не сможем по одной простой причине. Мы, русский народ, вот мы добрые люди. Мы помним тех, кто погибал. Мы помним тех, кто отстаивал отчизны. Мы будем их помнить всегда. До последнего били за Анапскую землю воины 414-й стрелковой дивизии, 89-й Таманская армянская стрелковая дивизия, 526-го стрелкового полка и 81-й краснознаменной морской стрелковой бригады. 70 лет тому назад вы, молодые мальчишки, шли в бой. Многие из вас не вернулись. Им великая слава вам, здесь присутствующим бойцам советской армии, которая находится вот здесь на скамейке с нами вместе, их осталось совсем мало. В нашем сельском округе их 20 человек. Памятнику неизвестного солдата были возложены венки от главы Анапского сельского округа Александра Кочерги, депутатов совета города-курорта Геннадия Постового и Светланы Хижняк от Совета ветеранов округа. Центра армянской национальной культуры. Памятнику участникам трудового фронта цветы возложили школьники. Танец ангелов, который исполнили юные артисты Дома культуры Анапской, стал кульминацией праздника. Ребята выпустили в небо белых голубей, символ мира и добра. Станичники желали друг другу долгих ли жизней, успехов в работе и удачи во всех начинаниях. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Гостогаевским встречам станицы Гостогаевской. Аристарх Ливанов, Татьяна Абрамова, Денис Матросов, Александр Рапопорт, узбекский актер и режиссер Рустам Сагдулаев, заслуженная артистка РСВСР и Казахстана Наталья Аринбасарова. Вот уже более 20 лет звезды кино выезжают в станицу Гостогаевскую. Эта традиция не нарушалась никогда. Гостей встречают казачки в традиционных нарядах, а также юноши в папахах и бурках. Киношоковцы отмечают, что по духу праздник очень похож на былые торжества советских времен. Приветствуя гостей, заместитель мэра Анапы Михаил Баюр поблагодарил артистов за дружбу со станичниками. Виктор Мерешко не был здесь два года, снимал фильмы. Сегодня он по-особому рад встрече. Я соскучился, я не был за тут два года, как так складывалось, кино снимал. Сейчас ничего не изменилось, кроме того, чтобы стали еще моложе, красивее, веселее, добрее. Это Гостогаевская, это наша мечта. Гостогаевская это куда мы стремимся всегда попасть. Мы вас любим, очень дорожим нашими встречами. В прошлом году генеральный директор кинофестиваля Ирина Шевчук пообещала, что в 2013 актеры дадут отдельный концерт на Гостогаевской сцене. Сказано, сделано. Каждый артист подготовил для зрителей номер. Денис Матросов прочел одно из любимых стихотворений автора Давида Самойлова. В это утро по главной аллее шел веселый и рыжий парень в желтоватой зеленой ковбойке. А за парнем шагала лошадь. Эта лошадь была прекрасна, как бывает, прекрасна лошадь. Народный артист России Аристар Хлеванов признается, он тоже казак. Принимали его в Ростове-на-Дону. Я в серьезном возрасте был принят в казаки Серафимовича, потому что обратили внимание на один пункт в моей биографии. Когда-то в 28-летнем возрасте я сыграл Григория Мелихова в Ростовском-на-Дону театре имени Горького. И этот спектакль был лауреатом государственной премии, поэтому с тех пор я нашел это высокое, звонкое звание. Также для станичника выступили Андрей Анкудинов, Александр Рапопорт, Павел Сборщиков, Татьяна Абрамова. Вела концертную программу актриса театра и кино Анна Миклош. Праздник переместился в парк, где в неформальной обстановке прошло дальнейшее общение с истаничниками в казачьих куренях, представляющей разные округа Анапского района. В кино актеры в образе игре, а здесь естественные и раскованные. Поэтому стремление поднять тост в честь киношоковцев за каждым столом так понятно. Актер театра и кино Андрей Биланов на фестивале впервые. Признается, что приглашали его сюда четыре года подряд. Но большая занятость в кино не давала этого сделать. Первым бы желанием было просто погреться на солнце, потому что уже который год там, с счастью, больше трех съемочных дней я на площадке и любой отдых воспринимается просто на ура. А здесь как бы и плюс кинофестиваль. Но такого ажиотажа и такого приема я, конечно, не ожидал. Я бы, наверное, надо было одеть белую рубашку, какие-нибудь брюки нагладить. Ну, не знаю. Мне очень здорово, мне очень нравится. теплота и искренность всех людей, как принимают. Самые стойкие артисты отказали себе в соблазнах отведать вкусные кубанские блюда. Они вышли на футбольное поле. Первый тайм закончился со счетом 3-1 в пользу команды администрации Анапы. Во втором тайме команда киношоковцев резко вырвалась вперед. К концу игры счет сравнялся 5-5. Победила, как говорится, дружба. Праздник продлился до позднего вечера, оставив в душе каждого добрый след на долгую память. Светлана Авилова, Артем Зиборов, Анна Порегион. Завершил свою работу открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». Подведены итоги и объявлены победители во всех конкурсных номинациях. Главный приз фестиваля «Золотая лоза» вручили казахской ленте «Шал» режиссер и сценарист картины Ермек Турсунов. Звезды отечественного кинематографа были особо отмечены администрацией города. Им были вручены путевки в лучшие здравницы Анапы. Сегодня кинематографистам есть что предложить. По мнению жюри, конкурсные работы этого года интересные и перспективные. Приз за лучшую режиссуру присужден Марий Саакян. За лучший сценарий Пеппу Пидмансону. Награды за лучшую женскую роль удостоились сразу две актрисы Сандра Узберг и Анну Ламп, которые сыграли главные роли в фильме «Живые картинки». Главный приз конкурса короткометражных фильмов «Границы шока» вручен фильму «Чайка», режиссера Елизаветы Стишовой. В конкурсе фильмов для детей «Киномалышок» лучшей стала работа режиссера Александра Карпиловского «Частная, пионерская». По итогам зрительского конкурса телефильмов «ТВ-шок» первая премия досталась российской ленте под названием «Меня это не касается». Продюсером, режиссером и сценаристом, который стал обычный любитель кино. Отец Александр, известный в миру как Александр Новопашин. Я не режиссер, в общем, точнее не учился ни быть режиссером, ни сценаристом, ни тем более продюсером. Я очень благодарен Виктору Ивановичу Мережко, Ирине Борисовне Шевчук, которые пригласили меня 8 лет назад в качестве гостя на кинофестиваль. Все эти годы я приезжал сюда в качестве гостя, и вот в этом году только как участник конкурса здесь появился, на что, когда я получил приглашение от киношока, в котором было написано, что фильм стал то есть номинантом. Мне матушка, супруга моя сказала, дофестивалился. По итогам обсуждений гран-при фестиваля «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм вручен казахской ленте «Шал», что значит «старик». Режиссером и сценаристом, который выступил Ермек Турсунов. По сложившейся традиции, фестиваль завершился теплыми словами мэра Анапы в адрес участников киношока. Пожелал удачи вам в будущем. Я выражу надежду о новой встрече в будущем году. Мы постараемся подобрать такие сроки для фестиваля, чтобы все 8-9 дней у нас светило солнце и было теплое море. Чтобы вы смогли еще и получить дополнительный заряд здоровья, кроме профессиональных успехов. Спасибо вам. До новых встреч. Звезды отечественного кинематографа были особо отмечены администрацией города. Артистам Владимиру Литвинову, Наталье Оренбасаровой, Сергею Колесникову, Аристар Хулеванову и Анатолию Васильеву были вручены сертификаты на отдых в лучшие здравницы Анапы. Благодарностью главы города-курорта и денежной премией отмечены председатель детского жюри Семен Морозов и главные организаторы кинофестиваля Виктор Мерешко и Ирина Шевчук. Приятный шок. Светлана Авилова, Александр Креневский, Анапа-регион. 28 сентября в Анапе на подворье винодела Яниса Каракизиди пройдет праздник в честь открытия сезона вина. Гости винного фестиваля смогут поучаствовать в производстве вина с третто. На подворье Каракизиди доставят корзины с виноградом на подводах запряженных лошадьми. Гости и участники фестиваля смогут поучаствовать в дроблении винограда в Большом Чане Дружба. Праздник у винодела Каракизиди пройдет в воскресенье 28 сентября по адресу город-курорт Анапа Хутор Куток дачный кооператив Колос 7 проезд. Справки по телефону 8-918-495-08-87. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров салона магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной Горы и салона магазина подарков «Важная персона». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Когда простых слов уже недостаточно, они скажут все за вас. Эксклюзивные подарки для дорогих людей. Салон «Важная персона». Важно, что ты есть. Анапа, улица Ленина, 15. Важная персона, важно, что ты есть. В среду 25 сентября в Анапе сохранится пасмурная погода. Местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха днем 14-16, ночью до плюс 13 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 18 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы торгово-развлекательного центра «Алиса». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Увидимся завтра в это же время на канале РЕН-ТВ. До встречи. А кто-то любит себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова